ваше общее домовое имущество очень кстати приятно у пика вообще по-нормальному здесь нужно маркера ставить вот здесь находится друзья погружной насос кое-как но на разостройщику виднее как колесики трутся раз тамбур 2 тамбур любо дорого зайти поаккуратно входные группы в уровень землей гнездо для детей слушайте сделали круто пик уже не тот друзья добрый день я андрей артемов не так давно я вам показывал и рассказывал про строящийся жилой комплекс кантемировская 11 от застройщика пик а сегодня по вашим многочисленным просьбам мы посмотрим как сдал застройщик свой объект напомню 1 комнатная квартира от застройщика на момент съемки стоит от 13 миллионов 270 тысяч рублей пошли смотреть большой самсоневский проспект все забито машинами впереди мы видим кантемировскую вот здесь у нас спортивная площадка обращаю внимание что здесь резиновое покрытие можно поиграть и футбол есть ворота и в баскетбол есть одно кольцо вот это рендеры застройщика как его маркетологи видели этот жилой комплекс и обратите внимание какие здесь большие деревья понятно сейчас зима и на кустах и на деревьев нет сожалению листочков или к счастью не знаю но они высокие большие мне это нравится классная дворовая площадка сейчас залезем прямо в снег пойдем смотреть здесь плитка смотрите какая классная дерево вот такая паутинка дети кстати очень любят вот такие штуки сушите сделали круто мне нравится есть беседка а вот она у нас и спортивная площадка сушки а здесь получается плитка с переходит в набивное покрытие ой в набивное покрытие в резиновое покрытие есть урны а это просто крутится что их понятно какая-то такая специализированная штука ну что можно хорошенько позаниматься спортом это очень здорово но не знаю будут ли люди заниматься спортом или нет потому что смотрите застройщику чтобы сдать объект должна быть и спортивная и детская площадка лазалка для детей дополнительно классные кстати светильники светодиодные смотрите какие такие современные прикольные сделали стилизованные урны можно поиграть в теннис при этом здесь два стола а не один гнездо для детей две качели дерево смотрится классно в общем не знаю конечно как вам но мне фасада от пика очень нравится мне нравится что здесь уже есть выводы под кондиционеры давайте пройдем все внимательно посмотрим большой самсоневский проспект 69 корпус не вижу один до корпус один она вот конечно не знает а то ли строители которые уже делают ремонт и либо это еще остался застройщика здесь мы видим вот такие ограждения держится крепко для того чтобы не парковались автомобили ну все вычищено возможно не все супер но хотя бы можно ходить парковка для велотранспорта первый этаж коммерческий достаточно высокий но и конечно внешний вид очень по мне симпатичный кто-то говорит что напоминает советские дома с плитками но в отличие от советских домов плитки не выпадает если только вот не посмотреть вот сюда вот здесь видно что двух штук не хватает здравствуйте пройдем по территории посмотрим друзья слушайте дворы закрыты виден забор дома отличаются по цвету выпуске кондиционеров и здорово что уже в плитах есть монтажные отверстия то есть это дополнительно никто ничего не будет сушки очень достойно сделали мне нравится что здесь нормальное расстояние между домами нет какого-то знаете скованности но например когда я смотрю вот на этот соседний дом я не понимаю что вот это за красная лента скотч или пластик это торчит и вот здесь я вижу местами что нет плитки то ли это уже панели такие пришли с завода либо при монтаже они попадали ну надеюсь что застройщик это все исправит нам подсказали где открыто заходим во двор зеленая трава понятно здесь мне нравится смотрите вот какая классная это не брусчатка вот именно плитка есть различные урны дополнительно можно осветительный прибор поставить потому что видите кабель-канал провели входные группы в уровень землю и это конечно очень классно мне кстати если обратить внимание вот по фасаду вот этот цвет почему-то мне нравится не чуть больше чем вот этот вот это мне вообще напоминает советский здесь двор уже для более маленьких детей и я считаю что здорово что так сделал застройщик он сделал разделение здесь для по младше деток там со стороны где большой самсоневских для больших детей входная группа везде у нас видеонаблюдение от застройщика система допуска рубитек нормально панель монтировали открытая тепловая завеса и мы как с вами только заходим обратите внимание вот что мне нравится друзья у пика во-первых это настоящий холл мне это не назвать подвес как у всех остальных потому что у всех вот обычно вот раз два плитка вот здесь заканчивается здесь стенку уже идет и очень мало места если ты выходишь с коляской у пика такого нет ну вот реально круто делают на потолке у нас гриля до черного цвета смотрится классно я считаю что очень здорово подобрали цвета с одной стороны он такой яркий но при этом он знаете глаз глаз не режет первый этаж какие квартиры на каком этаже находятся какие квартиры по номерам блин все понятно ну что-то здесь это многовато да не кажется вам квартир то в коридоре здесь у нас почтовые и ящики они сделаны заподлицо со стенкой нумерацию застройщик почему-то решил то ли их еще не приехала в данном доме то ли еще что-то но вот видите просто распечатали на принтере и приклеили ну конечно это не супер кто-то уже кодовый замок сразу поставил но здесь такой холл ну какой-то хотя бы не знаю скамейку надо было поставить об ауди сделали не очень аккуратно да видите как здесь находятся какие-то и инженерные системы либо еще что-то счетчики может быть и вот конечно могли бы здесь немножечко сделать поаккуратнее потому что так смотришь и вот как-то бросается не очень приятно либо хотя бы но обрамление нет но по-нормальному переделать вход у нас большого самсоневского раз тамбур два тамбур выход на лестницу везде по картам то есть если у вас нет карты нигде не пройдете так едем с вами наверх он еще кстати обратите внимание что это грузопассажирский лифт и он едет на минус первый этаж из особенности этого грузопассажирского лифта при входе он стоит вот так расположен соответственно длинномерные предметы будет не очень удобно затаскивать и вот это обычная часть когда вот так лифты расположены она вся обычно замученная потому что по-другому просто не затащить лифт едет быстро но едет он затем к шумит слышно как колесики трутся оба направляющие но естественно здесь для меня минус это зашито все избе нет никакого баннера для того чтобы был написан там добро пожаловать домой пик и все такое выходим блин друзья но здесь такой же размах как и на первом этаже первое конечно вот эти конструкции для сброса воздуха но смотрится это сам это одни из недорогих смотрится у бога они тут еще и с остатками строительного мусора отсюда здесь у нас глухое окно здоровенное как в квартирах отсюда мы можем видеть грязный фасад ну и кстати застройщик его моет за ним парковка и вот он железнодорожный узел мне еще кстати очень интересно когда проезжает поезда нет ли какой-либо вибрации вот здесь стройка сейчас попробуем туда тоже потом зайти значит так что это у нас такое а это все это слушайте круто как сделали вот это знаете что такое друзья здесь система управления лифтами смотрите как она классно здесь сделано то есть она не как обычно отдельно стоящий ящик как у отиса а он прям в этом обрамление и по мне смотрится классно две двери квартиры 163 по 170 171 по 176 система домофона и здесь у застройщика сделано как то есть двери закрыты для того чтобы туда пройти вот даже если кто-то за вами проехал прошел то он туда не пройдет без ключа либо без кода к этой системе допуска недорогой потолок армстрон все беленькая красиво и достаточно широкий коридор но вот мне например здесь ощущение что высота потолка такая вот ну в общем не не высокая не стандартная ширина у нас метр почти метр пятьдесят на десять сантиметров больше норматива вот с высотой потолка да видите два и три получается потому что заходишь чувствуется что достаточно низко но все равно понятно да что мы в коридоре не живем но вот если идти по коридору мне нравится мне нравится что мы идем и начинает сразу видны вот нумерация квартир сто шестьдесят три сто шестьдесят девять белые двери мне я люблю белый очень свет потому что белому подходит все дверь смотрится классно но вот я не знаю в плане безопасности безопасно ли что вот так петли открыты что петли видны я вот не знаю если есть друзья специалисты напишите это вообще безопасно или нет входные двери полагая большинство на раме менять вообще не будет здесь один замок одна ручка звонок был бы чуть ниже было бы удобнее но это я так считаю у вас боже быть другое совсем мнение вы об этом периодически пишите но слушайте чистенько приятненько любо дорого зайти и посмотреть так открыт шкаф здесь у нас счетчики на воду с батареечками рубитек то есть здесь должны все показания передаваться автоматически из нюансов вот у нас монолит и вот здесь коллектора у нас получается стенка в жилое помещение из газоблока сложена кстати на клею щели здесь не вижу вот интересно как звукоизоляция кстати здесь отмечу что обратите меня шума теплоизоляция стоит запорная арматура фильтр грубой очистки и по мне очень здорово что счетчики вынесены все сюда ничего в квартирах и нет как это бывает на эти ванну заходишь и там у тебя вот такой же лючок для того чтобы обслуживать и снимать показания и вот кстати вот здесь найти тоже камера повернись когда дверь откроется вот здесь и вот здесь они не встретятся у них еще будет какое-то расстояние вот молодцы гипсокартон бетон или камень конечно лучше потому что это крепче здесь можно это с пробить сломать так открыто у нас но здесь тоже самые счетчики и и стенка из газоблока ну вот я вот так смотрю друзья щелей не вижу не знаю видно на камеру нет но там кто-то лускл семечки и шкурки накидал прямо туда вниз ай-яй-яй ай-яй выход вот сайте тоже да вот смотрите я очень часто показывают это забрал смотри чё здесь делать застройщик белая панель металлическая на четырех просто саморезок все просто и вот этот клапан он не бросается в глаза вот здесь только нужно было это железо еще докрасить белым и было бы вообще все круто и обратите внимание что вот они вот сделали вот так под наклоном вот здесь статья сам потолок принципе нормально если бы здесь были бы более аккуратно сложены направляющие потому что есть вот такие места вот он то что я вижу вот и они вот так по всему потолку и плитка была бы вот не такая которая сверху кладется который немножечко выступает смотрелось бы чуть взяли бы подороже смотрелось бы круче интереснее бы смотрелось даже я так скажу ну что тут у нас аналогичная ситуация слышу странный свист не понимаю что это и вот здесь потолок такой немножечко кривой и со светом проблема видно по нет со светом не проблема здесь датчик а странно почему здесь он постоянно горит по мне лучше бы горел бы один бы на входе но на раз застройщику видней ух ты ничего себе какие счетчики то современные здоровенные собственно узел нормально где если у них прикольно что вот эти все узлы их уже монтируют на производстве и привозят сюда готовы здесь их просто устанавливает целиком так застройщик увеличивает качество этих узлов то есть это не по месту монтирует и увеличивает скорость сборки вот пик в этом плане молодец очень все сделано продумано продумано так это у нас лестничные марши 13 этаж здесь просто обычная краска большое тоже окно большое количество света сверху мы видим двор мы видим соседние дома работающий кран мы видим лестницу наверх вот на в такой выход специфический ну и все и мне что здесь нравится здесь нет дурацких переходных балконов но тоже кстати мусор какой-то остался чего было а так это с натяжного потолка натяжной потолок видно меняли по гарантии 22 12 11 32 но практически 11 41 немножечко часики отстали но классно ты едешь видишь время видишь дату не знаю будет слышно или нет на камеру как у нас такой потрескивает когда подъезжает работа цати лифт достаточно быстро вот смотрите как классно да вот все нормально по-человечески сделано подписано блин вот смотришь ну реально красота и видение интернет смотрите вот ну как короб сделать застройщик блин ну почему остальные не могут нормально сделать дверь открывается так выходим ну вот здесь знаете как то так как то так помещение большое нет никакого неприятного запаха минус 1 просто здесь окрашена здесь такая труба такое ощущение знаете сетку поставили чтобы тебя не всосало есть камера видеонаблюдения тоже кстати от того же производителя рубитек виду застройщика договор ну вот здесь как то уже немножечко небрежно неаккуратно ощущение что немножечко другой уровень помещения в который попал здесь видите клапан открыт просто ну блин вообще как то смотрится не очень попробуем открыто здесь у нас какие-то помещения у застройщика еще обратите внимание он такой огромный есть склад здравствуйте техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций вот здесь они все хранят пуи жилая часть что это непонятно лючки следы от бетона то есть накапал не сняли тут у нас должны быть пожарные рукава их здесь нет но зато есть пустая пачка от сигарет здесь нет даже датчика и здесь аналогичная картина вот видите они покурили и оставили хабарик здесь молодцы ну может быть в шкафах для пика и не нужны пожарные рукава но кому то они нужны пол сделан достаточно небрежный ничего не уложено техническое помещение для прокладки инженерных систем здесь как то знаете тоже так себе это пожарная муфта внутри находятся гранулы и при высоких температурах они расширяют и расширение перекрывает трубу то есть доступа воздуха огня не будет в одну и соответственно другую сторону ну вот если обратить внимание к примеру вот здесь то видно что ой вот она выше 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 о вот здесь если обратить внимание то видно что ее смонтировали некачественно она должна быть впритык к стене запорная арматура обычный металл все проварено она окрашена ну так кое-как насосная b4 у нас видите открыто так и что у нас здесь здесь тепло главное не заблудиться а ну и все здесь выход под лестничные марши ну все то здесь тепло похоже в дом заходит почему открыто непонятно насосная краска масляная рассвет но самое главное что здесь нет никаких неприятных запахов и здесь нигде нет влаги чуть надо аккуратнее с полом быть либо по при устройстве строительстве дома это делать нормально либо уже соответственно потом хотя бы стяжку не знаю какое-то покрытие чтобы смотрелось ровненько вот они кладовочки большое количество качество ну как-то здесь знаете очень так по мне неопрятно такое ощущение как-то знаете кустарненько сделано сверху стоит сетка то есть они не до самого потолка тут видно у них что-то кабель лишний намотали на короб вот здесь находится друзья погружной насос слушайте обычно вот это все место остается просто бетон а здесь еще сделать застройщик гидроизоляцию а здесь находится влага вода она во всех домах бывает больше меньше и когда поднимается чуть выше срабатывает датчик насоса и он должен это все выкачивать надеюсь это все так и происходит очень большое помещение везде есть выход не заблудишься барабанная дробь видите здесь коробочку поставили но вот я не вижу зуммера может быть она просто даже не подключена почему-то нет пожарных рукавов то есть не дай бог что-то у меня он с собой что ли должен быть в кармане но и здесь его нет о канализация потекла потекла слышите сейчас все заселится это будет ощущать шум постоянно стоять кладовки видеонаблюдения вот тоже вот тут странно тепло-шумоизоляция есть на трубе а потом нет вот обычно такая черная труба здесь варили похоже по месту покрасили разной краской видно что где-то чуть больше намазали где-то чуть меньше и вот у меня ощущение друзья что вот датчик противопожарный если вдруг задымление там или огонь он должен сработать обычно задымление ну вот я не вижу чтобы зумер а мерцал вообще не вижу я не знаю вообще подключены или нет вообще он должен сигнализировать о том что он подключен и вот ощущение у меня снизу могу конечно ошибаться но что они сняли защитный пластиковый колпачок так конечно не должно быть управляющая компания должна обратить на это внимание тем более здесь же управляющая компания от застройщика если я не ошибаюсь так вот у нас открытое помещение бетон что мы здесь видим мы здесь видим что видите немножко разная плотность у бетона вот здесь торчит арматура вот арматура такого не должно быть арматура вся должна быть закрыта где-то они тут накосячили и вот здесь видно что вот они два были стыка здесь есть мелкая трещина вот за этим кстати вообще нужно смотреть так ну-ка камера видно нет о вот она друзья вообще по нормальному здесь нужно маркера ставить и понимать это верхняя трещина и ничего страшного либо она будет дальше расходиться я бы обратил ваше внимание на это также обращаю внимание что я здесь вижу в монолитном перекрытии аналогичную трещину да друзья это она такая неприятно да как считаете или нормально вот тут мусор пластиковая короба возможно с инструментом так 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 мы тут были мы там были попробуем давайте туда выйти подняться наверх подняться наверх ну нормально пойдет ну кстати тоже да вот ограждающая конструкция сделана просто из трубы ну нормально сделали то есть вид уже такой нормальный но высота под ступеней немножечко разная она достаточно высокой и подниматься здесь друзья по ней да будет и спускаться не очень комфортно ого здесь сразу чувствуется холоднее выход да вот здесь что-то скотч болярный забыли снять ну молодцы главное дом сдать ну круто да смотрите пик уже не тот жму кнопку нет не открывается ну и здесь тоже видите красили красили накрасили ладно пойдем так как мы заходили тут реально можно заблудиться нет вот здесь я немножко поблуждал хорошо что не огромный подвал нигде нет выхода то есть вот он видите выход непонятно то есть я считаю что должны быть указатели на стенках выход сюда выход туда вот он показывает выход туда то есть я должен дойти до туда и туда пойти ну в общем какая-то фигня вот здесь нигде не написано что это выход а представляете будет задымление да ты этого не увидишь ну здесь тоже самое так очень аккуратно они положили плитку ступени высокие комфортного ничего нет здесь хотя бы открыто а тут кнопочки нет здесь по картам вот это вторая открытая вот это дальше не 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 вот она открыта 10 метров пройти такая же калитка тут похоже управляющая компания сидит ну конечно окна обратите внимание какие они просто широченные и в квартирах такие же окна конечно очень здорово идем дальше на этом наши друзья путешествие с вами еще не заканчивается куда будет возможно пройти мы туда пройдем хочется обойти все вокруг посмотреть что тут есть что настроили вот обращаю внимание где-то меняют стеклопакеты примыкание фасада к плитке сделано хорошо нигде не видно отверстий а смотрите уже демонтаж крана идет круто да здесь конечно смотрите как с питочкой то оп 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 камера погнали вверху вот видите вот эти пустые прямоугольники это все отсутствие плитки стоянка для вилла транспорта напомню первые этажи коммерция есть паркинг который не бесплатный а стоит денег ну и конечно если вы здесь его не приобретете я даже не знаю куда вы будете ставить свой автомобиль очень кстати приятно у пика что можно зайти и со двора и с улицы в свой дом двери конечно я бы хотел бы чтобы они лучше отмывали так же как и стекла чтобы был вид нового дома а не старого также вот с урнами обратите внимание на нее вот видно все это сыпалось и все таки оставили вот здесь обратите внимание видны как раз установка под установку кондиционера во-первых стоит ящик с перфорацией второй здесь есть уже крепеж и в третьих есть выводы электричества и соответственно подводки молодцы но у пика конечно если обратить внимание что Янинский лес что Кантемировская 11 что остальные проекты они все однотипные то есть фасад везде будет одинаковый вот тут видно то ли не доделали то ли оставили потомкам вдруг пригодится зачем выбрасывать едет электричка кстати достаточно тихо едет друзья сделали классно куда выносите бытовые отходы далеко от дома здесь такое ограждение а там оно стоит временное его потом соответственно должны демонтировать да вот кстати если здесь посмотреть на фасад видно что он чистенький здесь он грязный то есть я понимаю что застройщик отмывает въезд стоит шлагбаум ох какой ветерок и очень скользко друзья сегодня очень так открыто марш лестничный здесь в плитке а вот и сам паркинг друзья паркинг холодный многоуровневый ну-ка 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 слушайте здесь вроде неплохо сделать застройщик знаете когда вы поворачиваете то есть вы здесь будете выезжать то есть здесь есть место но вот у меня только единственный вопрос вот к этому здесь мне кажется очень крутой поворот хотя я могу ошибаться пахнет красочкой ну соответственно паркинг надземный поэтому здесь нет подземной части а цитончик понятно вот что лежит в коробочках ну и здесь соответственно должно быть протечек если только где-то сверху не закапает здесь прохладно практически как на улице ну вот они ваши все контейнеры под мусор кстати если кто-то не в курсе дом когда сдают с ним сдаются также и контейнеры и вот эти все друзья контейнеры это ваше общее домовое имущество тарарарам зуммер есть а пожарных рукавов нет молодец пик слушайте места нормальные парковаться удобно стоят ограничитель чтобы в стенку не въехали газоблок похоже да да вентиляция вот не понимаю что здесь системой пожаротушения то есть это рукавами нужно тушить потому что распылители я пока не вижу вижу вот эти две зеленые трубы но нигде не видно распылителей либо я плохо смотрю ну и обратите внимание что понятно тут нифига не работает а понятно он еще круто да все сделали а здесь соответственно не работает работает потому что здесь выезд в соседний дом который здесь еще застройщик не сдал вот не пойду туда друзья не просите очень много снега я как-то это а слушайте а здесь тропинка есть не не пойду потому что там видите демонтаж идет кран не хочу что на голову упало вот если есть профессионалы проектировщики инженеры дайте знать нормальный поворот или нет потому что у пика это в принципе не первый уже такой проект для многоуровневой парковки и вот у кого может быть есть место напишите пожалуйста в комментарии как комфортно ли вам на вашем автомобиле подниматься наверх и спускаться вниз вот очень очень это я считаю важно потому что к примеру помню когда снимал про сеттл у них есть подземный парк в солнечном городе и жители многие сетовали на то что там некомфортно туда заезжать и выезжать что очень сделано непродуманно также сетовали на паркинге жители в новом лестнире который здесь находится рядом вот кстати еще фасады светлой плитки вот такой красный под кирпище мне вот больше нравится чем почему-то темный не знаю почему но вот так а вам друзья какой цвет фасада больше нравится у пика ну и входные группы тоже обратите внимание забыл там когда был внутри показать что вот в уровень земли то есть заехал вот у вас лифт вот девушка у лифта стоит не нужно куда-то там подниматься спускаться никаких дебильных лестничных маршей и всего-всего остального из плюсов конечно первое это шаговая доступность к станции метро это транспортная доступность остановки транспорта прямо здесь у вас вышел из дома сел и поехал это соответственно дворовое пространство это соответственно фасадные решения и вообще решение застройщика для некоторых минус будет электричка но вот она едет достаточно тихо нет никакой вообще вибрации то есть я на электричке к примеру на поезда на самолеты смотрю достаточно просто хочется еще продуктовый магазин я полагаю их откроют на первом этаже в ближайшем будущем сделают кафешки сделают небольшие продуктовые магазины куда можно будет ходить за продуктами и посидеть назначить встречу если бы я бы выбирал бы между Кантемировской Притяжение и Новым Лестнером я бы выбрал себе квартиру в Кантемировской потому что мне нравится проект от Пика где-то понятно всегда есть недостатки в строительстве но сам проект классный ближайший продуктовый магазин к новостройке а здесь мы с вами друзья видим уличное светодиодное освещение блин какая красота друзья не знаю фасад они облагородят интересно ли нет соседнего дома но смотрится красиво входные группы освещения тротуары под свет а вот и деревья видны большие вот они вот привезли кучку вот привезли кучку красавчики но если вдруг кто-то забыл направо метро налево уже там Петроградка напротив сталинские дома которые ценятся до сих пор потому что в те времена расстреливали архитекторов и строителей поэтому наверное строили качественно вот если обратить внимание на фасад то на сталинских домах нет никогда проблем есть только бывает бывает проблем у водосточных труб потому что управляющие компании так и не научились это все обслуживать и сейчас кстати так как холодно здесь достаточно свежий воздух мне это нравится в отличие от летнего периода когда тепло и здесь большое количество гарри и пыли еще из плюсов что здесь застройщик возводит детский сад и школу с плавательным бассейном вот за этим забором как раз застройщик и возводит школу с плавательным бассейном и детским садиком конечно это большой плюс потому что у жителей новостройки есть возможность будет вернее возможность чтобы их дети ходили в детский сад и в школу прямо на границе с комплексом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области большое количество новостроек со своими плюсами минусами и истории нужна помощь с недвижимостью не стесняйтесь друзья обращайтесь друзья рад был вас их видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok